27-й детский сад изначально планировали открыть в пятницу 13-го. Но из-за совпадения дня недели и достаточно символичного числа было принято решение перерезать красную ленту в субботу. Так, 14 декабря можно будет считать официальной датой открытия детского сада. А пока здесь полным ходом идут заключительные ремонтные работы. Покраска поручней, обустройство групп, приобретение необходимого оборудования. На данном работе проведение капитальных ремонт полностью завершены. Генеральный подрядчик в соответствии с графикой работы, полный объем работ запланирован, выполнен. Сегодня ведется работа по созданию условий для приема детей. Кстати, этот детский сад будет иметь одно существенное отличие от других дошкольных учреждений. Здесь будут созданы две коррекционные группы для детей с ограниченными возможностями и одна для незрячих малышей. Два помещения уже оборудованы для особых детей. В одном из них имеются поручни для беспрепятственного передвижения незрячих ребят, в другом – необычная мебель, соответствующая требованиям, которые предусмотрены для работы с особыми детьми. Кстати, в каждой из трех групп будет так называемый личный кабинет, где с дошкольниками смогут заниматься специалисты. Особенность заключается в том, что для такой категории детей используются специальные приспособления, поручни, чтобы дети спокойно, без помощи могли ориентироваться, выполнять работы, выполнять те задания, которые именно предъявляются по перечню. Данные группы, естественно, они малочисленные. Здесь численность до восьми детей в группах. Но работа здесь параллельно воспитателями, психолог, дефектолог, логопед ведут индивидуальную работу. Стоит отметить, что к открытию готовятся не только генподрядчики. Несколько воспитателей уже прошли курсы переподготовки и готовы приступить к обучению дошкольников. Им предстоит нелегкая задача – научить малышей элементарным правилам и постараться приспособить их к взрослой жизни. Для работы с незрячими детьми я прошла курсы переподготовки в городе Москве по специальности тифлопедагогика и тифлопсихология детей с нарушениями зрения. Чтобы дети себя хорошо чувствовали, умели ориентироваться в пространстве, создаются условия в детском саду, чтобы они умели общаться с друг с другом, научить детей ориентировки в пространстве, а также читать по системе Брайля, чтобы они умели, самое главное, чтобы они умели общаться друг с другом. Работать в полную силу детский сад начнет после Нового года, когда группы будут укомплектованы. В целом здесь будут проходить дошкольное обучение 160 детей. Ксения Зайцева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова